Новости Архангельской области В Архангельской увеличится количество мест в детских садах. Реализуется пилотный проект реконструкции третьего этажа в дошкольном учреждении. Сегодня в России день памяти и скорби. А по традиции в 4 часа утра архангелогородцы зажгли свечи в память о погибших на страшной войне. Тренажеры и турникеты доступны всем. Новая спортивная площадка появилась у специальной коррекционной школы номер 31. Возможности использования материнского капитала стали шире. Об этом расскажем через несколько минут. Социальная новостройка не выдержала испытания дождем. После недавнего ливня дом на московском 55 корпус 3 оказался затоплен с последнего до первого этажа. Почему новое здание оказалось не готово к капризам погоды, разбирался Михаил Меньшинин. Вот такую картину наблюдали жители социальной новостройки на московском 55 корпус 3. Сюда людей переселяли из аварийных деревяшек. И многие никак не ожидали снова увидеть потоп в своих квартирах. С собаками пошли гулять. Сначала капало немножко, потом как начало лить к вечеру после грозы-то. И всё. Мы позвонили в аварийку. Приехали, сказали, ничего делать не можем. Очень сильно текло всё. Сказали, там на крышу лазили мастера, что-то у них засорилось. Вода текла отовсюду, заливая с таким трудом полученные благоустроенные квадратные метры. После потопа в доме было находиться небезопасно. В воде оказались даже некоторые электрощитки. Вот это и есть подъезд, заснятый на видео, только спустя пару дней. Сейчас стены уже высохли, но последствия потопа заметны до сих пор. Причём заметны по всему дому. Ведь неудивительно. Его заливало с последнего десятого и до первого этажа. Эту социальную новостройку сдали менее полугода назад. Первый же сильный дождь она не пережила. Подрядчик, чебоксарская компания, что возводила многоэтажку, как это часто и бывает, винит в этом кого угодно, только не себя. Есть вопросы к тем, кто принимал его работу, подписывал акты готовности строения. Впрочем, комиссия, что разбиралась в причинах потопа, свой вывод сделала. Удивления он не вызвал, как, впрочем, и оправдание. Было выявлено засорение дождеприёмной воронки механическими предметами. Вода в воронку не поступала, выливалась через, можно сказать, край, через дверь в подъезды. Механический засор был оперативно устранён, после чего вода стала поступать в общую систему дождеприёмной канализации. Подрядчик утверждает, засор появился после сдачи дома по вине неизвестных. Хотя в таких случаях говорить можно что угодно, проверить это уже нереально. Но то, что доступ на крышу был свободным, установила прокуратура. Правда, тоже с оговоркой, как говорят. Были вырваны окна, как говорят, по крайней мере, что вызывалась полиция, составляли соответствующие акты. Но сейчас по итогам рассматриваем вопрос, чтобы принять меры управляющей компании и для непосредственно усиления уже за доступом посторонних лиц на крышу. Каким образом управляющая компания усилит контроль за доступом на крышу, пока непонятно. Как непонятно и то, поможет ли такая мера избежать новых засоров ливнёвки со всеми вытекающими отсюда проблемами. Впрочем, все точки над ИРО ставят ближайшие ненастия. По прогнозу, в эти выходные в Архангельске будет дождь. Михаил Меньшанин, Александр Кузнецов, Ольга Красулина, Регион 29. Готовь сани летом. Начался завоз дров для жителей островных территорий Архангельска. Правда, пока поставщики доставили лишь малую часть от запланированных объёмов. На данный момент из требуемых 8 тысяч кубометров печного топлива жителям Бревенника Кегострова и Хабарки привезли меньше тысячи. Фирмы-поставщики ссылаются на то, что действующий тариф не покрывает расходов. Те фирмы, которые заявились, которые взяли на себя обязательства для поставки троф, их якобы не устраивает цена, тариф. Хотя, конечно, агентство по тарифам и ценам говорит обратное, что мы готовы рассматривать тариф. Эту проблему сегодня обсуждали на заседании Комитета по жилищной политике и коммунальному хозяйству областного собрания депутатов. В районах области проблема решена, а вот на островах Архангельска пока нет. Муниципалитет обязан, не глядя ни на какие там трудности, обязан поставить нашим людям, независимо от того, сколько они живут на островах, хоть пять человек. Все-таки это наши граждане, которые мы должны не бросать просто на предвол судьбы. На заседании было предложено несколько вариантов решения проблемы. Один из них – включение стоимости доставку в сумму запрашиваемых поставщиком денег. Еще один вариант – выделение лесосеки в радиусе 100 километров от города. Это также поможет снизить расходы. Оба варианта вполне выполнимы. Окончательное решение будет принято в ближайшее время. В Архангельске увеличится количество мест в детских садах за счет реализации проекта реконструкции третьих этажей в 20 дошкольных учреждениях. Ход работ на первом таком объекте сегодня проинспектировал глава Архангельска Игорь Годиш. Детский сад номер 140 ушел на летние каникулы. Причина уважительная. Здесь реконструируют третий этаж, чтобы открыть новые группы. Капитальный ремонт на сумму более 10 миллионов рублей. По срокам подрядчик обещал уложиться в 4 месяца вместо 5. Согласно аукционной документации, срок производства работ с 1 мая по 17 августа. Мы оставили две недели на всякий случай, для того, чтобы вдруг какие-то недоделки, вдруг какие-то проблемы возникающие в любом ремонте, чтобы у нас было время на устранение. Почти тысячи квадратных метров здесь разместят просторный физкультурный зал, спальни, кабинет логопеда и даже музейную комнату. Старые деревянные полы заменят качественной стяжкой. Деревянные окна на пластиковые. Это пилотный проект. На очереди еще 20 детских садов, где при помощи такой вот реконструкции можно увеличить количество мест. Уже в процессе реализации открылись какие-то вещи, связанные с необходимостью более глубокого обследования следующих детских садов. Это тоже хорошо. Лучше на пилотном проекте, когда все это открывается, о том, что надо более внимательно смотреть ситуацию с полами, более тщательно подходить к анализу, какова кровля. В порядок приведут и уличную рекреационную зону. Подрядчик пообещал в качестве подарка отреставрировать дорожки. К первому сентября третий этаж после реконструкции должен принять детей. Плюс 50 деток, две группы по 25 человек. Это для салона было существенно. С учетом того, что здесь вообще большая проблема с садиками, у нас здесь и садик планируется, он уже запланирован, и проект, и место уже посажен языком архитекторов. А в школе номер 5 недавние выпускники детских садов вовсю пользуются услугами дополнительного образования. Здесь работает лагерь, первая смена которого экологическая. Ребята изучают сборы, переработку отходов, играют в экологическое поле чудес и мастерят поделки. Все родители, которые заявлялись на летнюю площадку, а списки у нас составляются, это апрель-май месяц, мы удовлетворили в полном объеме. Образовательные учреждения отрабатывают. Всего за летнюю оздоровительную кампанию 2018 на школьных площадках успеют отдохнуть и повеселиться почти 4 тысячи школьников. Олеся Кокина, Ольга Красулина, Регион 29. Возможности использования материнского капитала стали шире. Теперь семьи, чей ежемесячный доход на каждого за последние 12 месяцев не превышает полуторакратную величину прожиточного минимума, могут рассчитывать на ежемесячную выплату – 19 553 рубля. С начала года таким правом в Архангельске воспользовались 42 семьи. Кроме того, теперь материнским капиталом можно оплатить детский сад или ясля, причем не дожидаясь трехлетия ребенка. С подобным заявлением в пенсионный фонд уже обратились 19 родителей столицы Поморья. В Архангельске продолжается реконструкция Ленинградского проспекта. Напомню, изначально планировалось завершить ремонт только в следующем году, однако дорожные строители обещают большую часть работ закончить уже в этом сезоне. На данный момент все подготовительные этапы пройдены, идет укладка инженерных коммуникаций, в частности коллектора от улицы Первомайской до Ильинской. Недели две может по этому участку мы завершим прокладку коллектора. Также ведутся работы по уширению проезжей части, вырытка талан, ведутся работы по отсыпке дорожной одежды. В данный момент отсыпается слой пешка. Заасфальтировать эту часть Ленинградского планируется через 2-3 недели, после чего строительная техника и рабочие займутся другой половиной проспекта. В региональном отделении партии «Единая Россия» заканчивается работа над масштабной программой, которая будет представлена на областной конференции 23 июня. Принять участие в ее составлении было предложено всем жителям Поморья. «Единороссы» провели ряд выездных совещаний. Депутат областного собрания Игорь Чесноков побывал в Котласе. Ему показали объекты, которые требуют федерального внимания и финансирования. Первый в списке – так называемый «Горбатый мост», который связывает Приречный район с центром города. Старичку 56 лет. В июне 2016-го его закрыли. Причина – аварийное состояние. Суммы, если говорить о капитальном ремонте, в укупленных оценках, наверное, будет в районе 500 миллионов рублей. Если его демонтаж, то это тоже суммы значительные, потому что внизу проходит железнодорожное полотно. Город планирует провести технико-экономическое обоснование. Торгины выполнения этих работ состоятся 15 июля. Если подтвердится шанс на восстановление путепровода, остров станет вопрос с поиском денежных средств. Следующий пункт поездки областного депутата – перекресток двух дорог, которые ведут в густонаселенный южный микрорайон. Обе требуют продолжения. Проекты готовы и прошли госэкспертизу. На строительство необходимо порядка 450 миллионов рублей. Поэтому мы вышли с инициативой о включении данных объектов в нашу региональную программу партии «Единая Россия». В региональную программу «Единая Россия» Котлас предлагает включить еще один объект – школу на 860 мест. И опять же, проект готов, госэкспертиза пройдена, нет только источников финансирования. Муниципалитету необходимо финансирование из вышестоящих бюджетов, потому что стоимость достаточно высокая – несколько сотен миллионов рублей. Местным бюджетом нам просто это не осилить. До 2023 года в регионе планируют построить не менее 8 школ. Строительство четырех из них уже ведется – в Красноборском, Конорском, Шенкурском и Мизенском районах. На сегодняшний момент хорошие шансы и есть, в том числе и у города Котласа, потому что здесь активно ведется жилищное строительство, есть готовый проект, привязка, и есть понимание о том, что этот объект будет востребован в ближайшие годы очень сильно, серьезно. Поэтому мэрия отработала свою часть. Мы надеемся на то, что федеральное финансирование позволит нам привлечь дополнительные средства в ближайшее время. Готовясь к региональной конференции, депутаты Единороссы провели выездные совещания во многих районах области. Предложения, собранные с мест, лягут в основу новой региональной программы партии «Единая Россия». Ее проект обсудят уже завтра. Светлана Дейнека, Юлия Лобанова, Дмитрий Потюков, Регион 29. Сегодня в России день памяти и скорби. 77 лет назад, 22 июня 1941-го, в 4 утра фашистская Германия напала на Советский Союз. В Архангельске памятный митинг начался с минуты молчания. Уже по традиции каждый год в 4 часа утра в городах и селах страны зажигают свечи в память о погибших на страшной войне. Я из Курской области, с той территории, где проходила Курская дуга и где были села сожжены целыми селами, где оставалась только выжженная земля. Поэтому есть о чем подумать, есть что вспомнить. Ведь Архангельс на самом деле, он не в тулу, его бомбило. И вот жители наши как раз спасали малую родину. И сегодня каждый его пятого жителя потерял Архангельс во время войны. И сегодня мы со всей страной зажигаем свечу памяти. В этом году памятным огнем зажглось слово «Помним». Когда начиналась эта акция, это было всего несколько человек. Сегодня, видите, все больше и больше, и все это молодежь. Это те ребята, которым нужно будет хранить память о том страшном дне, 22 июня 1941 года. И сегодня на митинге подвели итоги акции «Красная гвоздика». Волонтерам удалось собрать 10 тысяч рублей. Все деньги, которые мы собрали, мы перечисляем в фонд. Память поколений этот фонд по необходимости удваивает, утраивает. Увеличивает несколько раз для того, чтобы хватило, чтобы качественно оказать помощь конкретному ветерану. Свечи памяти сегодня зажглись во всех муниципалитетах области. В Вельске около трех сотен человек крестным ходом прошли от храма к монументу павшим воинам. Среди горожан ученики пяти общеобразовательных школ. А в Холмогорах митинг состоялся в Парке Победы. Собравшиеся возложили цветы к памятнику землякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны. А накануне в Архангельске была заложена аллея славы. Тысяча деревьев. Результат Победы столицы Поморья в благотворительном конкурсе. 35 тысяч северян приложили все усилия, чтобы саженцы получил именно Архангельск. Кстати, и о соседях мы не забыли. 250 деревьев Архангелогородцы подарили Северодвинску и Новодвинску. Подробности далее. Архангелогородцы приложили все усилия, чтобы стать победителями голосования. В акции питомника «Экоплант» участвовали все города страны. Финалистов всего девять. И в их числе столица Поморья. Мы активно голосовали за то, чтобы Архангельск выиграл саженцы. И нам приятно поучаствовать, чтобы наш город был зеленый. Обычно мы такие достаточно все-таки тяжелые на подъем. Уж не знаю почему, наверное, потому что северяне. А тут такой действительно очень серьезный друг, такой всплеск активности. И это, честно говоря, очень порадовало. Для нас, для молодежи, я как молодежный дубнер главы говорю о том, что это очень знаковое событие. И дерево, которое я посадил, для меня символизирует преемственность поколений и сохранение памяти. Героям войны. В Архангельске аллею славы решили посадить в двух местах. Первое на улице Воскресенской от 6 до 12 дома. Чтобы посадить молоденькие дубы, яблони и кустарники, люди приходили целыми семьями. Я объявила конкурс, а давайте будем теперь следить каждый за своим деревом, кто посадил. И у кого больше вырастет, у кого выше вырастет дерево, а самое главное, у кого приживется. А вот второе место. Бывший пустырь около школы номер 20. Здесь организовали настоящий праздник. Играла музыка, детей развлекали артисты. Закладка аллеи славы стала здесь первым шагом в благоустройстве территории. Я поздравляю всех архангелогородцев с этим замечательным событием. У нас будет не одна аллея, которая высажена в городе, где можно будет потом с детьми прийти, гулять, проводить хорошо время. И наш город будет зеленым и замечательным. Вот этот микрорайон, где мы сейчас находимся, здесь вот рядом в двух дворах будет проводиться масштабные работы по программе «Комфортная среда». То есть здесь уже такой микроклимат задан, вот замечательный. На озеленение Архангельск получил тысячу деревьев, но в итоге было решено 250 из них отдать соседям – Северодвинску и Новодвинску. Города Корабелов и Бумажников тоже активно участвовали в конкурсе, но не смогли занять призовые места. Это будет очень правильным решением. Мы спросили у людей, получили эту поддержку. Хотя была и критика в этой части, но на самом деле Северодвинск голосовал за нас. Мы голосовали за них. И мы вместе. По большому счету мы одно целое, когда боремся с кем-то, который вне нашего региона. Дай Бог, чтобы весь регион покрылся с зеленью и расцвел. В Северодвинске посадить свое дерево пришли ветераны, общественники, представители предприятий и организаций. Не ожидала я такого, конечно, от наших жителей. Приятная неожиданность. Очень много людей пришло. Буквально даже не хватило. На одну ломку два-три человека. Поэтому огромное спасибо за доброту, за неравнодушие. Северодвинцы для Аллеи Слав выбрали место рядом с Дворцом молодежи «Строитель». Здесь посадили четыре вида кустарника. Многие из этих растений непривычны для северных широт, но при должном уходе смогут прижиться и радовать горожан. Михаил Меньшенин, Ксения Юдина, Анна Рязанова, Ольга Красулина, Александр Кузнецов, Дмитрий Ткаченко. Регион 29. Продолжение следует... Выбор сладостей от лучших отечественных фабрик. Деликатесы и колбасы из Вильска, а также из Тамбова, Ростова и Челябинска. Обувь из Питера, посуда, трикотаж и саженцы для северных дачников. Приходите завтра во Дворец спорта. Вы смотрите «Автограф дня». Продолжаем. Доказать свою состоятельность и побороться за серьезный денежный приз. Сотрудники Роснефти соревнуются в конкурсе профмастерства. Отборочные испытания проходят по всей стране. Не стало исключением и Архангельская область. Алексей Карельский продолжит. Не только проверка знаний, но еще самосовершенствование и карьерный рост. Такие возможности открывает перед специалистами компании Роснефть конкурс профессионального мастерства. Участвует в нем и 40 сотрудников предприятия РН Архангельскнефтепродукт. Я считаю, что вы приложите все усилия, чтобы показать себя с наилучшей стороны. Вы и так лучшие. Подтверждать свою высокую квалификацию участники начали с теории. Тест был достаточно непростой, но это все стандарты нашей работы. Это наша работа, и мы должны это знать. В этом году к четырем традиционным номинациям добавилась еще одна – старшей смены. В наши обязанности входит посмотреть, все ли у нас на месте, товар ли выставлен, ценники ли у нас есть. На конкурсе старшие смены должны были, во-первых, найти недочеты в размещении товара. Здесь не повешен, свяжите. Во-вторых, рассказать о своих действиях в случае конфликтных ситуаций. Но возникают они, судя по всему, нечасто. Обслуживание хорошее, всегда приветствуют, как домой приходишь. Довольными клиенты уходят и от участниц конкурса, заявленных в номинации «Оператор-кассир». Бывает приезжает им в настроении, после работы, либо просто день не задался, всякое бывает. Мы должны поднять его настроение, чтобы ему было приятно сюда приехать. Приезжают, разумеется, за топливом. Оператор-заправщик Николай Семьехин каждого встречает как дорогого гостя. Мне хочется людям что-то сделать приятное. Люди благодарны, говорят спасибо, приезжают еще. А это уже терминал предприятия «РН Архангельскнефтепродукт». В лаборатории химического анализа конкурсанты определяют качество топлива. А на резервуарах товарные операторы измеряют его массу. В таких конкурсах мы им указываем ошибки. Они учатся также на этих конкурсах, не только показывают, что они там лучшие и так далее. Такая учеба не проходит даром. Это, наверное, шаг в будущее, то есть есть какая-то перспектива к развитию. Хорошие перспективы откроются и перед пятеркой лучших сотрудников «РН Архангельскнефтепродукт». В октябре они отправятся в Туапсе, где поборются за приз в полмиллиона рублей. Алексей Карельский, Евгений Зыков, Регион 29. Новая спортивная площадка появилась у специальной коррекционной школы номер 31. Тренажеры и турникеты теперь доступны не только ученикам школы, но и всем детям из окрестных домов. Анна Кочергина продолжит. Илье Попову 14 лет. У мальчика ментальные нарушения. Он почти ни с кем не разговаривает. С первого класса 31-я школа – его второй дом. А потому новая спортплощадка вызвала в нем бурю радости. По словам мамы, Илья с нетерпением ждал открытия уличных тренажеров. Своими впечатлениями он даже поделился с нашей съемочной группой. Мне нравится заниматься на тренажере. Ну, конечно, рад. И весь вечер говорил, когда поедем заниматься на тренажерах. Специальная коррекционная школа номер 31 – особое учебное заведение области. Здесь получают знания и адаптируются к жизни дети с ментальными нарушениями. Школа переоборудована под потребности особенных детей. Так, в прошлом году по программе «Доступная среда» было закуплено специальное оборудование. Установлены поручни в коридорах и система дистанционного открывания входных дверей. Теперь на территории есть и новая спортивная площадка. Ну, а сейчас все в отпусках, дети. Но вот кого смогли, они здесь, видите сами, какой восторг и радость на глазах. Новая спортивная площадка стала настоящим подарком не только для учеников и родителей. Заниматься здесь смогут и ребята из близлежащих домов. Территория будет открытой для свободного доступа юных архангелогородцев. На самом деле у наших подвездочных учреждений много добрых друзей. Сегодня ряд проектов уже реализовано и нет предела совершенству. Мы благодарим спонсоров за оказание такой значимой поддержки для ребят, для особенных ребят. В министерстве есть четкий план по созданию доступной среды в учреждениях по морю. На сегодняшний день уже в 92 образовательных организациях региона созданы необходимые условия. На эти цели было выделено 179 миллионов рублей, в том числе и на покупку специального реабилитационного оборудования. Анна Кочергина, Александр Кузнецов, Регион 29. Такой была пятница, 22 июня. Хороших вам выходных и всего самого доброго. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин